Привет, с вами Милта. В спутникум мониторинга данные имеют решающее значение. Качественные данные ведут к принятию грамотных решений, и наоборот, данные, представленные с ошибками, могут привести к выбору наихудшего варианта. И сегодня мы поговорим о том, что же влияет на качество данных. Норберт Виннер, основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта, считал, что информация — это основа управления. Однако информация — это всего лишь сведения, независимо от формы их представления. Для того, чтобы использовать информацию для принятия решения, необходимо, чтобы она превратилась в данные. То есть необходимо получить информацию без искажений, сохранить и обработать ее, обеспечить ее конфиденциальность и неизменность, а также представить информацию в удобном виде. На качество данных на каждом этапе влияет множество факторов. Например, неправильно подобранное оборудование, некачественный монтаж, неисправность транспортного средства и так далее. И по каждому из этих пунктов мы составили чек-лист. Проверьте в себя, все ли вы делаете правильно. Подбор оборудования. И первый фактор, влияющий на качество данных системы мониторинга, это правильный подбор оборудования в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства. Например, в тяжелых условиях эксплуатации необходимо отдавать предпочтение оборудованию, подходящему под определенные критерии. Такими критериями для трекеров являются, например, наличие внешней антенны, которые необходимо использовать на спецтехнике, при необходимости высокого качества трека, в условиях плохого приема спутникового сигнала или когда необходимо установить антенну по геометрическому центру транспортного средства, что очень актуально в сельском хозяйстве. Для исключения потери данных, а также для оперативного реагирования на потерю связи, необходимо использовать трекер со встроенным АКБ. Также, когда техника работает в условиях плохого приема GSM-сигнала или же вам необходима высокая частота отбивки трека, не забывайте про SD-карту. Количество SIM-карт также может повлиять на качество данных в роуминге или при плохом GSM-покрытии. А в случаях возможного саботажа не забывайте про вандалоустойчивое оборудование с защитными крышками для разъемов и прочным корпусом. Исправность транспортного средства. Еще один фактор риска – неисправность транспортного средства. Корректная работа транспорта напрямую влияет на те данные, которые получает система мониторинга. И если проблему с неисправной АКБ можно решить установкой источника бесперебойного питания или умного предохранителя, то наводки от генератора, неисправные датчики, которые могут передавать неверные данные по коншине, и мусор в топливном баке устранить гораздо сложнее. Помните, что устранение неполадок способно значительно повысить качество данных. Монтаж. Для того, чтобы оборудование спутников мониторинга служило верой и правдой долгие годы, необходимо ответственно подойти к установке его на транспорт. Грамотный выбор места монтажа приборов способен заметно снизить их погрешность. А при выборе способа подключения не стоит долго думать. Самым правильным вариантом является подключение напрямую, как АКБ, а не через массу или зажигание. Кроме того, профессиональные интеграторы уже давно не используют стяжки, скрутки и изоленту, а имеют в своем арсенале монтажный комплект для быстрой и качественной установки. При этом не забывайте выбирать только проверенные расходные материалы, ведь качество монтажа на 50% зависит именно от них. Настройка. После грамотного монтажа необходимо правильно настроить оборудование, а также не забывайте регулярно обновлять прошивку и проводить калибровку. Вандализм. Конечно же, вандализм и саботаж являются одними из основных факторов влияния на качество данных. Не забывайте регулярно проводить визуальный осмотр транспортного средства, устраивать внеплановые проверки и аудит системы мониторинга, чтобы снизить риск саботажа. Итак, теперь вы знаете, что влияет на данные и как повысить их качество. Надеемся, что это видео было вам полезным. А если мы вдруг что-то не упомянули, напишите об этом в комментариях. И до встречи!